Добрый день, дорогие мои подписчики! Рада снова встреча с вами на моём канале Мир Голоса. И в этом уроке вокала мы будем рассматривать такое понятие в вокальном мастерстве, как глиссандо и подъезды. Музыкальные соединения между нотами. И как сделать так, чтобы эти элементы звучали профессионально, а не отражали ваш дурной вкус. У молодых неопытных исполнителей, студентов, которые приходят на занятия и только начинают осваивать вокальное мастерство, очень часто происходит такая подмена, неосознанная, конечно же, подмена понятий плавности, звуковедения, соединения между нотами. И также, как бы сказать, ползание, оползание, что ли, как-то с ноты на ноту. Чтобы не быть, так сказать, теоретически голословной, я вам приведу сразу пример того, с чем мы сегодня будем работать, и как устранить эту плохую привычку, как заменить её на осознанное глиссандо или осознанный подъезд. Да, действительно, существуют подъезды к нотам в определённых стилях и жанрах вокальных. Это прямо-таки культивируется, но делать это нужно осознанно. Итак, о чём я говорю? Например, если мы возьмём романс «Не брони меня, родная» в классической академической манере исполнения, что часто слышу я на занятиях, когда мы ещё не обсуждали этот вопрос, как человек поёт по собственному усмотрению, изображая плавность звуковедения. «Не брони меня, родная, родная, что я так люблю его, люблю его. Скучно, грустно, дорогая, гая, жить одной мне без него». Что происходит, когда человек неосознанно использует, ещё не умеючи использует, такое соединение между нотами, имитируя плавность или легатность, или чувствительность исполнения. Происходит следующее. «Скучно, грустно, дорогая, жить одной мне без него». Вот такие мяукающие интонации создаются. Знаете, может быть, купеческая дочь в каком-нибудь XVIII веке могла так исполнять, создавая имитацию таких чувств любовных, романтических, которые у неё на тот момент были. Но воспитанный, хорошо обученный вокалист так делать не будет, потому что свидетельствов таких подъездов, «Няяя, каяя», таких подъездов, оно только показывает ваш дурной вкус. И, в общем-то, неосознанное, неподготовленное, непрофессиональное пение. Давайте разберем, как же нужно делать подъезды, как же нужно делать глиссанды И что можно с этим, как можно изменить практику такого звуковедения Например, в данном случае, прям возьмем отсюда же пойдем Что происходит сейчас? Я беру на первый звук и размазываю его Создается такой глиссанд между двумя нотами Если я создам сейчас другое взаимодействие между этими двумя нотами Я буду не первую ноту размазывать, а нижнюю из двух утверждать То есть я делаю из буквы А двойное расщепление на две буквы А И тогда у меня дуга переходит Давайте нарисуем Две ноты, эта с этой Правильная и неправильная И вот эта с этой В первом случае я беру эту ноту и размазываю А в втором случае я ее оставляю как есть Я просто дупликирую Нижнюю ноту Спускаюсь И пою два раза нижнюю ноту Вместо Подъезжание Или, например, если у нас есть большое расстояние между двумя нотами Используя ту же схему В нотах это не будет написано как две ноты Там не будет, там будет Вот так будет написано Чтобы соединить Второй вариант можно соединить и коротким глиссандо Который не будет превышать буквально одного шага Одного тона То есть такая как бы Я делаю филировку в процессе этого микроглиссандо Я не вожу тряпкой по всему периметру Получается такой пьяный звук Разгульный пьяный звук Некрасиво Короткая глиссандо Или удвоенная нижняя нота Проведем это же исследование В другой композиции, скажем, Ава Мария Там есть интересное скольжение Когда вы ходите в третьей части наверх, Ава Мария И у вас есть Здесь я бы предположила Что со своим учеником Своему студенту Я бы дала совет Не глиссандо возить Вообще в нотах там указана Каждая нотка В данном случае это не просто глиссандо Как декоративный элемент Это прямо выписанные ноты Но некоторые студенты из-за того, что у них еще вялая, да, вот эта вокальная артикуляция, не могут. И поэтому у них вялый такой, просто размазанный пассаж получается. И вот это подвывание опять может возникнуть. Поэтому коллекционируйте каждую нотку, которую вы пропеваете, артикулируйте ее а-а-а-а-а, чтобы она прозвучала отдельно, набивание. Отработанный пассаж. Тогда он не будет таким вязким и примитивным. А вот мы поговорим сейчас для мужского репертуара, тоже очень интересный романс «Ты любишь другого». И там как раз-таки можно использовать вот это подвывание откровенное, но потому что оно вписывается в краску романца. Давайте послушаем, как это может быть. Здесь вот это первое переживание, которое есть в тексте. Здесь оправдывается состоянием плача. Плачущая интонация привносит вот эта большая жирная глиссанда. Когда у человека есть такая внутренняя маята, он не может спеть это сухо и рационально. Тогда это будет напоминать уже какой-то национальный гимн. А в данном романсе нам необходима вот эта текучесть и необходимо вот это, как бы сказать, ощущение неотступной и надоедливой мысли, которая находится в голове. То есть вот это маята, маята. Вот это другая русская слово хорошее. Я увидел тебя, и увидев по стиху. Здесь я прямо-таки откровенно вожу по нотам. Ай-яй-яй. Вот это интонация, подбывание плача, маяты. Всё, что в жизни есть мёртвое и живого, я сказал бы тебе, что люблю каждый миг, жиды миг. Можно, можно не делать, можно делать. Если вы делаете глиссанда здесь, соединяем. Ты миг. Вы должны взять тогда наоборот нашу версию, помните, где мы удваиваем. То есть я переворачиваю назад, делаю эту картинку наоборот. Я поднимаю сначала эту ноту и оставляю в покое. Та, которая. Потом я присоединяю удвоенный верхний. И миг, и миг, жи миг. И создаётся иллюзорная такая глиссанда. Не откровенная, с проездом по всем нотам, а именно иллюзорная такая глиссанда. Очень интересная. Моё из самых любимых, одной из самых любимых моих арий, Касса Дива, которую я всё время привожу в пример, вы знаете. Есть тоже момент глиссанда. Поскольку Беллини, зная уже специфику вокалиста, в своих партитурах прописывал ноты глиссанда. То есть все уголочки будут расставлены, все точки будут расставлены над И. На стакката сначала. Потом вы в памяти оставляете краеугольные камни. Первый, последний. Первый, последний. Первый, последний. И уже проворачиваете эти жернова так, чтобы вам оказаться в нужное время, в нужном месте в конце этого глиссанда. И у вас получается тогда, что вы как бы проработали его, как говорят, самая хорошая импровизация, это подготовленная импровизация. Именно таким образом у Беллини здесь работают его глиссанда. То есть они как бы и прописаны, и в то же время исполняются спонтанно. Это что касается средней части каста-дивы. А вот сейчас мы еще поговорим об интересном стиле. Это стиль кантри-музыки, в котором подъезды, входы, как я это называю, из кармана, то есть подъезды из более низкой ноты, как бы материализация этой ноты откуда-то еще, то есть не точно в ноту, что обычно в классической музыке. Вы знаете, да, есть, когда вы ставите ноту, она должна точно прямо войти в эту интонацию. А вот в кантри-музыке, что интересно, там именно преследуется все время вот это подъезжание. И если его нет, то музыка звучит уже как-то неестественно, не в тему, и даже как-то сухо, что ли. И поскольку в современной музыке очень много эклектики, и интонации кантри-музыки могут даже пересекаться где-то с блюзом, и где-то, кстати, блюз тоже преследует вот эти въезжания, R&B-музыка тоже, она преследует вот эти уклончивые такие входы в ноту, не прямолинейные, не отчерченные, да, как в классической музыке, то есть геометрические такие формы, а там более такие плавные формы, перетекающие друг к другу. И поэтому, когда вы поете, например, если вы поете, или вам интересно тоже будет этот жанр освоить, кантри-музыка, например, да, то вы должны знать, что вы будете все время там действовать через подъезд, как бы доставать свои ноты из кармана. Что я делаю? Я все время подъезжаю. Я нигде не начинаю. Я как бы его выкапываю откуда-то. Не просто that drum сверху, а снизу. That drum, that tundering Some say love, it's a razor That leaves your soul to bleed И вот эта вот как бы техника впивания, да, создает такую текстуру интересную, какого-то после виски, да, мы поем уже не трезвая голова, а немного так. Это и есть flavor, прелесть кантри-музыки, да, такая wild-wild west. Ну что ж, надеюсь, в этом коротком эпизоде я дала вам первое такое представление, чтобы вы смогли уже сориентироваться, где вам стоит делать глиссандо. Может быть, лучше не надо. Как соединить глиссандо, да, делать ли его полностью, как бы проводить, проездить по нотам, или просто соединять края интервала. Все это, конечно же, обретается с опытом, но необходимо знать, чтобы уже как бы хотя бы осознанно исполнять свою музыку, да, не на авось, не как пойдет, не как часто бывает вот в караоке, да, человек. Хочу петь, хочу петь, выскочил на сцену, а слушать это невозможно, потому что одни завывания туда-сюда, как будто вот стирают белье. Вот, лучше его избегать, если вы не очень сильно готовы к такого рода глиссандо, да, и такого рода плавности звуковедения. Ну а если вы включите в свое исполнение хотя бы несколько, это сразу придаст вам именно интересный вкус, интересную такую текстуру вашего исполнения, которое, конечно же, сделает ваше пение более привлекательным, чем такое базовое пение. Чего я вам очень желаю. Пойте с удовольствием, делайте свой голос ярче, интереснее, эмоциональнее. А также не забудьте обратить внимание на ссылки под этим видео, там вы найдете мои видеокурсы, которые вы можете освоить самостоятельно. Желаю вам всех благ и увижу вас в моих следующих видеоуроках. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok